Дорогие зрители, сегодня мы с вами поговорим о том, что такое обида. Как часто в нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что обижаемся на кого-то, и как часто происходит так, что мы огорчаемся из-за мелочей. Случалось ли с вами такое? Происходило ли с вами это? Однако сможем ли мы жить без этого чувства? И будет ли нам легко без него? Давайте разберем подробнее. В чем же кроется основа этой обидчивости? И почему некоторые склонны обижаться, а некоторые нет? Как оказывается, когда мы обижаемся, у нас включается детское эго-состояние, и несмотря на то, сколько нам лет, 30, например, или 60, мы склонны реагировать на такое отношение, как пятилетний ребенок. Когда мы обижаемся, то мы стремимся защитить себя посредством того, что обвиняем другого человека в ответ. Однако, если мы постараемся рассказать о своих чувствах и обозначить, что конкретно мы чувствуем, то, возможно, конфликта и не произойдет. Как же это нужно сделать? Обида – некое огорчение, а также вызванное этим отрицательно окрашенной эмоцией, включает в себя переживание гнева по отношению к обидчику, в частности, когда ничего нельзя поправить. В отличие от укора и претензий, когда есть возможность исправить ситуацию. Обида тесно связана с таким понятием, как справедливость. Мы обижаемся, когда нас обделяют, как нам кажется несправедливо. Если нам не досталось чего-либо по справедливости, мы можем огорчиться, но не обидеться. Зачастую чувство обиды возникает вследствие рассогласования ожиданий о должном поведении обидчика с тем, как он ведет себя в действительности. Есть распространенное мнение, что одни люди более обидчивы, а другие менее. Это не так. Обидчивы все. Просто у всех свои сензитивные точки. Другими словами, свои темы. Обидеться можно на слова родителей, на прохожего на улице, на подругу или коллегу по работе. И еще большой вопрос, кто менее обидчив на самом деле, как оказалось тот, кто легко выражает свои чувства, так как выражая их, он доводит до обидчика свои переживания. Обида – это по сути нереализованное чувство, точнее последствия ее невыражения. Например, вы разозлились на кого-то, но в силу разных причин выразить эту эмоцию не смогли и заблокировали ее в себе. Так или иначе, некоторые обиды могут в нас поселиться надолго и изрядно испортить нам жизнь. Как же научиться не обижаться по пустякам и отпускать серьезные обиды? Важно знать, что причина всякой обиды – дезинформация. Но чья это дезинформация? Обидчика. Когда тот, на которого мы обижаемся, не знает о том, что мы обижены. Так почему же мы не говорим обидчику о своих чувствах? Или вернее будет сказать, почему такой разговор обычно ничем хорошим не заканчивается? По мнению ученых, в разговоре с обидчиком мы используем технику «ты сообщения». То есть, говоря о своих чувствах, мы в словах его обвиняем. Например, говорим «ты меня обидел» или «ты сделал все неправильно». Получая такую информацию, человек невольно включает защиту, потому что контекст наших слов в этот момент говорит ему «ты плохой». Ответ не заставит долго ждать, и он, возможно, начнет обвинять вас в ответ. Поэтому многие люди и не говорят о своих чувствах и обиде, так как примерно представляют себе, чем это может закончиться. Что ж, и правильно делают. Однако как избежать фитны? Можно использовать вместо «ты сообщения» – «я сообщения». Когда вместо «ты меня обидел», вы, к примеру, говорите, «я почувствовала обиду». Вместо «ты сделал неправильно», вы говорите, «мне стало тревожно, когда я увидела это». Тогда ваш собеседник, не почувствовав давление, не будет защищаться и услышит вас. Поймет, что с вами происходит, как следствие, разговор должен удастся. Таким образом, используя технику «я сообщения», можно мягко выразить свои чувства, не обидев собеседника. И самой не таить внутри обиду. Ведь чем больше мы держим ее в себе, тем больше она обрастает красочными деталями, превращаясь в тревогу и неуверенность в себе. Тогда как можно простить и отпустить ситуацию, просто поделившись своими переживаниями. Для этого вам необходимо попросить помощи Всевышнего Аллаха. Выписать для себя свои обиды на кого и по какому поводу. Обозначить свои чувства, которые вы почувствовали при этом. Мысленно признать факт, что вас это задело и обида существует. Сформулировать свои чувства в рамках техники «я сообщения». И при удобном случае мягко выразить свои чувства собеседникам. Однако при этом важно учесть, что ваш собеседник, на ваш взгляд, поймет ваши чувства, а не устроит скандал. Что же происходит с нашим организмом, когда мы обижаемся? Давайте посмотрим. Оказывается, каждая непрощенная обида накапливается у нас в организме. Представим, что каждая обида – это одна картошка. Нас обидели один раз. Берем картошку, ложим в наш организм. Потому что если мы не забываем нашу обиду, то это означает, что она у нас сохраняется. Берем вторую картошку, тоже ложим. Третью. И другие картошки мы сейчас ложим. Уже достаточно тяжелый вес. Еще ложим. Бывают люди, которые годами хранят в себе вот этот груз. Давайте еще посмотрим, что будет дальше. Еще ложим картошку. Еще ложим. Таким образом, посмотрите, пожалуйста, внимательно, дорогие зрители. Вот эта картошка, мы носим ее с собой. А как вы думаете, что с ней происходит спустя время? И да, вы правы, она начинает гнить и начинает источать запах. Таким образом, все собранные обиды, мы носим ее с собой, если мы не прощаем и не говорим о своих чувствах. Причем сам человек, который вас обидел, он уже давно забыл, потому что мало ли как он вас обидел. Может, он не заметил, что-то сказал. Таким образом, всю собранную обиду мы носим либо как сумку, либо мы держим ее за пазуху, храним, либо вообще ставим себе на голову, на шею и носим ее таким образом. Конечно же, жизнь такого человека очень трудная. Причем самое, что интересное, когда мы сильно обижаемся, мы находимся в таком расстройстве, что это даже влияет на наше поклонение. Поэтому каждый раз, когда вы обижаетесь, всегда представляйте, что это как картошка и старайтесь решить эту ситуацию наилучшим образом. Таким образом, каждый раз, когда мы прощаем человека, мы обратно возвращаем эту картошку на место, либо избавляемся от нее. И наша емкость, сетка, она у нас что делает? Она у нас пустит. Как оказывается, сердце человека, оно пустым никогда не бывает, как мы говорили с вами на прошлой передаче, и она всегда заполняется чем-то. Поэтому лучше эту нашу сетку заполнить чем-то хорошим, тем, что принесет нам пользу. Одной из причин, почему обижаются люди, оказывается то, что они обижаются на определенные слова. Давайте мы представим, как это происходит. Как оказывается, человек говорит какое-либо слово. Сравним его с этими салфетками. Если оно плохое, мы ее сожмем и просто кинем на стол. Вот человек сказал одно слово вам, второе слово он вам сказал, слово зла, слово. Может, это вообще несколько людей, да? Или мама что-то сказала, свекровка что-то сказала, муж что-то сказал, дочка нагрубила и так далее. В любом случае, они, вот эти сказанные слова, они как бы на столе лежат. А человек, оказывается, сам выбирает, возьмет он эти слова или не возьмет на себя. Если я обиделась, это означает, что я сделала следующее с этими словами. Я взяла, собрала все плохие слова, которые мне сказали или вообще хоть кому сказали. И что я сделала? Намазала на себя. Я намазала на себя все эти слова, как будто я такая, как они говорят, допустим. Но мы, оказывается, можем выбрать. Мы можем не брать эти слова. Мы можем оставить их как есть. Потому что это же кто сказал эти слова, не вы же сказали эти слова. Эти слова были сказаны другим человеком, и пусть они остаются так, бесхозными. Таким образом, если вас обидели, то у вас есть два пути. Либо простить этого человека, либо сказать ему о своих чувствах и свое мнение. Однако говорить это необходимо мягко через «я-сообщение». Как сказано в хадисе пророка, салаллаху алейхи вассалям, не познает милости тот, кто сам не милосерден. Поэтому, конечно, каждому из нас необходимо стараться простить нашего обидчика и не держать на него злобу. В целом, как следствие обиды, мы случайно можем испортить отношения с нашим окружением. Однако, всегда необходимо помнить, чтобы улучшить их, нам необходимо прежде всего улучшить отношения с Всевышним Аллахом и улучшить наше поклонение. До новых встреч, дорогие зрители. Ассаляму алейкум варахматуллахи ва барагатух. Ассаляму алейкум варахматуллахи ва барагатух. Продолжение следует...